всем привет ребят меня зовут авис добро пожаловать на мой канал и сегодня поделиться своим опытом в очередной раз а если говорить русским языком простым то я хочу вам дать совет хочу рассказать как пережить расставание мне кажется это актуальная тема для всех особенно для людей моего возраста неважно эта тема актуальна для всех мне кажется так что я хочу поделиться своим опытом как я пережил расставание их было два ну ладно я сейчас расскажу вам все подробно не буду спорить так скажем если вам интересно то оставайтесь со мной приятного просмотра чего бы начать чего начать но у меня серьезные отношения были только один раз были такие отношения недоотношения какие-то полуотношения эти полуотношения были очень тяжкие для меня потому что я очень переживал на тот момент те отношения потому что был влюблен больше я просто не мог думать ни о чем кроме как об этом человеке у меня были розовые очки и я вообще не видел других кроме его себя естественно этот человек и не хотел ничего серьезного поскольку он был намного старше меня он видел то что я все еще ребенок не было на тот момент все еще 17 лет и именно поэтому он не хотел скорее всего иметь со мной какой-то серьезки и я не знаю по какой причине он не хотел он типа рассказывал но я таки не понял почему типа не ищет то на серьезке но ему просто нравится хорошо со мной проводить время при этом без какой-то интимной связи это очень странно на самом деле ну я влюбился человека не из-за его внешности а вот из-за знаете что-то внутри зацепило у меня вот кстати сегодня ровно год как мы с ним познакомились я снимаю 6 августа то есть сегодня ровно год как я познакомился с этим человеком не верится что год прошел не представляете вот год назад я влюбился первый раз жизни с вами мне кажется то есть у него с первой встречи потому что он просто влюбил меня своим отношением ко мне внешностью телом не знаю всем при этом без секса можете представить но это очень странно но это все неважно год прошел я рад то что это время прошло это нереальный опыт конечно же был это был первый человек с которым я хотела реально строить какие-то отношения встречаться с семью не знаю 17 лет не было в общем как-то тайк но и длилась эта вся мутка на протяжении сколько вот чтобы августа мы познакомились и последний раз мы с ним виделись в конце ноября мы последний раз виделись и причем я искусственно еще вызвал эту встречу про это других видео расскажу сейчас расскажу как просто как пережить расставание так скажем ребят то есть получается я по этому человеку страдал мне кажется до того момента пока я не встретил снова моего парня следующего настоящего про который вы все знаете не как он выглядит хотя многие тоже наверняка знают как он выглядит но это неважно до того момента пока я не встретил своего парня настоящего я страдал по тому парню с которым познакомился ровно год назад я не то что страдал я все время думал о нем я всегда пытался как-то встретиться с ним выйти на связь еще что то мы конечно же периодически общались и знаете чем проблема я видео про отношения с никой которому снимали рассказывал то что у французов есть такая фишка они воспитанные ну так скажем они боятся обидеть человека не хотят оставить человека обиженным они не знаю они боятся сказать правду в глаза то есть они могут тебе сказать то что ты мне не нравишься типа все отвали не пиши мне они не могут напрямым текстом это сказать в итоге они дают надежду всегда и мне всегда казалось то что тот человек не всегда давал надежду но это всегда было обманчиво и он вел себя как-то очень странно. Он никогда не был на меня в жизни подписан. И до Нового года он не был никогда на меня подписан. Я уже про него после нашей последней встречи, я про него уже забыл как месяц. Вообще об нем не думал. Реально переключился на что-то другое. И тут он меня поздравляет с Рождеством. Твою мать. Я такой, твою ж мать. Почему ты объявился? Почему ты меня поздравил? И причем он еще опоздал. То есть он поздравил на следующий день. Он говорит, ой, извини, я заработался. Поздравляю тебя с Рождеством. Желаю тебе там всего наилучшего. Надеюсь, у тебя все хорошо. Опять у меня в голове включается. А зачем он написал? Может, я ему интересен? Может, я ему нравлюсь? Все еще. Типа, может, он хочет со мной что-то серьезное. И я такой начинаю опять. Привет! Как ты? Как жизнь? Давай встретимся. Ну, в таком роде. Ну, конечно же, мы в итоге так и не встретились. Но он еще на следующий день подписался на меня. Пролайкал почти все мои фотографии. Хотя он в жизни не лайкал мои фотографии. В жизни не был подписан на меня. Максимум, что он делал, он смотрел мои stories. И то не всегда. Я такой чувак. И по сей день на меня подписано. Я на него тоже подписан. Иногда он комментирует мои истории какие-то. Пишет, что я там красивый. Еще что-то. И по сей день мне становится как-то приятно очень на душе. Потому что, ну, не знаю, этот человек очень значительный для меня. Очень значимый. Несмотря на то, что мы не состояли в серьезных отношениях, я его любил. Все равно по-своему. И по сей день он для меня важен. Это мой первый, так скажем, опыт. Вообще. С мужчинами какой-либо. Без интимных связей. Вот. Перейдем все-таки к видео. Как я пережил это? То есть я никак это не пережил. Я страдал каждый день до того момента, пока я не встретил своего парня. Я параллельно, конечно же, виделся с другими парнями. Я пытался переключиться на них. Я переключался в какой-то момент на этих парней. Но они тоже не хотели серьезки. Ну, хотя бы с ними у меня был какой-то опыт сексуальный. И за это я благодарен. Но с первым чуваком, то есть мы два месяца подряд стабильно встречались. Потом он начал гаситься. То есть он начал как-то говорить типа через неделю, через две недели. То есть я вечно занят. Ну, короче, он начал искать причины. Короче, пипец страдал в то время. В сентябре это было. Прям бэ. Мне было безумно больно, безумно обидно, безумно плакал. Я ему писал безумно огромные смс-ки. То, что так-сяк, как так можно, типа, как так можно себя вести. А он опять из вежливости пишет тоже огромную смс-ку. типа с извинениями, типа проблема не в тебе, проблема во мне. Ты очень класс, ты очень хороший, ты красивый, ты очень нужный всем. Ну, я просто не хочу отношений, извини. И потом я его игнорю, а потом он мне звонит, пишет по 100 смс-ок. То есть по большому счету ему все равно, но не все равно. То есть у вас просто мозг ломается. Я просто не знал, что делать. Я же тогда этого всего не знал. Весь этот секрет французских мужчин. По большому счету они все издеваются над мной. Типа, все мужики французы, они все издеваются из-за их вежливости, потому что ты всегда не можешь никогда понять, нравишься ты им или нет. Потому что они все воспитанные, и они все вежливые, они боятся обид человека. И даже если ты французу не нравишься, он тебя не пошлет нахрен. Он будет тебе отвечать, говорить спасибо огромное, ты тоже милый. Хотя он не считает так. Ну, это норма считается для французов. Сейчас я это понимаю, но тогда, конечно же, этого не понимал. Это было грустно и обидно очень сильно для меня. Проехали тот период, вот, два месяца мы встречались, потом вот это началась вся херня, гаситься, я не понимал, что делать. Ну, так скажем так, первых две недели я страдал безумно. Я вообще никого не хотел видеть из других мужчин, то есть я не скачивал там никаких приложений, типа, мне было реально плохо. И потом я пошел, грубо говоря, по письке, так скажем. Я скачивался на приложение, начал видеться со всеми подряд, пытался найти любовь, чуто, все-таки, раз мне этот первый чувак не смог ее дать, а пытался от кого-то другого. Я все, вечно был поиск, вечно кого-то искал. Не делать-то так, ребята, это, во-первых, неправильно, это, ну, это, типа, не очень круто, потом, возможно, вы можете заболеть очень легко, но это не круто. Я проверялся, у меня отрицательно все там, слава богу. Не делайте так, ребят, спите с человеком, которого вы любите, реально, не нужно спать с кем попало. Вот это моя большая ошибка была когда-то, сейчас я так стараюсь не делать, но это всегда зависит от обстоятельств, конечно. Меня, конечно, это очень сильно отвлекло, но потом, когда у меня с кем-то там не получалось, я всегда потом возвращался к тому первому чуваку и пытался что-то строить. Я хочу рассказать сейчас про свои вторые отношения, про мои серьезные отношения, первые в жизни. Они продлились у меня ровно месяц, и, конечно, я не изменял, даже не думал об этом, я был очень верным, я очень сильно любил, я очень сильно старался, вкладывался в наши отношения. Первое время я видел, а дальше потом я начал постепенно видеть то, что я не чувствую больше этой отдачи не настолько сильно, потом она и вовсе исчезла, и когда она вовсе исчезла, начались какие-то разборки, скандалы, и в конце концов мы просто с ним расстались. Это расставание я переживал точно так же очень сильно, но мне кажется не так сильно, как мои первые какие-то мутки с тем чуваку, но я не так сильно убивался, как тогда, когда-то год назад, потому что я уже пережил, я уже знаю, как правильно себя вести, как правильно реагировать, тогда это был мой первый опыт, и конечно же было тяжко, но и сейчас я не отрицаю, было тоже очень тяжко, у меня были истерики, но они продлились не больше дня, может быть, но мы где-то на протяжении недели то сходились, то опять расставались, и на протяжении недели мне было очень хреново, потому что было ужасное состояние, в итоге, когда я решил, все, мы расстаемся, в итоге я сам с ним расстался, из-за того, что этот мой последний чувак был французом, он точно так же, как и первый, вежливый, все, никак не мог со мной расстаться из-за вежливости, потому что боялся меня обидеть, хотя он совершал абсолютно глупые поступки, которые обижают намного больше, чем сказать, давай расстанемся, уже свои слезы я выплакал на неделе, когда мы там все то сходились, то расставались, знаете, я уже как будто устал, и у меня уже не было сил плакать после того, когда мы с ним расстались, я помню, когда я ему Машу еще прощаюсь, пока, на этом все, он уходит в метро, первая моя реакция, типа, ну, я начинаю загружаться, начинают слезы течь, я звоню там Маше, еще кому-то звоню, Маша, по-моему, не берет трубку, Ника в итоге ответила, она там меня поддержала, сказал, все хорошо, отвлекись, на-на-на, и после этого я такой, все, нахрен, скачивают тиндер, и тот же вечер, я познакомился с чуваком, с которым мы тоже хорошо провели время, я отвлекся за счет другого чувака, за счет тиндера, конечно, я отвлекся из-за чувака, но потом же этот чувак куда-то исчез, то есть мы с ним больше не общались, а тоже, не то, что подлюбился, мне понравился, я захотел там каких-то муток с ним, но по его поведению он их не хочет, ну, я больше, собственно, к нему не клеюсь, ну, и после этого чувака, типа, с ними хорошо ночь провел, ну, а на следующий день, я возвращаюсь домой, мне опять становится грустно, мне помогла моя работа, на которой я работала, работал в фуде с официатом, мне очень нравилось, мне помогли какие-то шутинги, которые меня отвлекали, то есть, к чему я веду, ребят, когда вы расстаетесь с человеком, независимо от того, как сильно вы его любили, я понимаю, что такое любовь, я знаю, что такое любовь, я это все пережил, нужно найти себя, нужно найти свое дело, нужно заниматься своим любимым делом, чтобы отлечься, то есть, например, хобби какое-то, например, вы любите там играть в компьютерные игры, допустим, беретесь, играйте в компьютерные игры, вы отвлекаетесь, ребят, не советую, когда у меня были вот мутки с тем чуваком, я начал работать, ну, они уже закончили, но все еще по нему страдал, я начал работать не на любимой работе, на протяжении трех месяцев, вот эта работа меня ни хрена не отвлекала, то есть, меня наоборот, склоняло к депрессии какой-то, я все больше думал о том чуваке, я думал о том, какая моя жизнь дерьмо, я занимаюсь нелюбимым делом, поэтому вот, ребят, найдите себя, найдите ту профессию, которая вам нравится, уделяйте времени тому, что вам нравится, любите играть на пианино, играйте на пианино, любите гулять с друзьями, гуляйте с друзьями, все это меня отвлекало, то есть, моя работа любимая, шутинги, прогулки с друзьями, тусовки с друзьями, видео, собственно, фотографии, это все меня отвлекало, и мое любимое дело меня очень сильно отвлекало, и благодаря этому я начал подзабывать о человеке, конечно, я про него вспоминал, типа, вспоминал, как было круто, имеется, но не более, я больше не плакал из-за него, не грустил, я просто включил опять режим тигренка, который в поисках добычи, так скажем, поэтому по сей день я в этих поисках, вот, ни о чем не жалею, мне сейчас хорошо, нормально, бывает одиноко, но это не беда, сейчас я вот, например, работаю на квартире, хотя мне не очень нравится там работать, сами понимаете, как это может утомлять, но это тоже немножко отвлекает, потому что ты осознаешь, что ты там будешь в дальнейшем будущем жить, конечно, не всегда, но какое-то время ты, конечно же, там будешь жить, и ты, так скажем, своими руками создаешь эту квартиру, делаешь ее, и благодаря твоим рукам эта квартира будет красивая, например, и меня эта мысль успокаивает, и я отвлекаюсь, мои друзья меня отвлекают, радуют, звонят, пишут, еще что-то, так что, ребята, самое важное, запишите себе, во-первых, иметь друзей, которые всегда будут рядом, всегда вас поддерживают, в любую секунду, в любую минуту, у меня, слава богу, такие друзья есть, я знаю то, что не у всех такие есть друзья, если у вас нет друзей, то попробуйте поменять тактику какую-то, чтобы найти этих друзей, может, нужно что-то изменить себе, может, людям что-то не нравится в вас, и поэтому у вас нет друзей, не бывает такого, то, что люди не находят друг друга, по душе, так скажем, такого не бывает, если у вас такой случай, то, скорее всего, проблема вас, без обид, подумайте об этом, все в голове, почему у вас нет друзей, ну, я уверен то, что у всех моих подписчиков есть друзья, так что, вот, полагайтесь на них, всегда, потом, надейте себя, занимайтесь любимым делом, не знаю, любите готовить, готовьте, гулять, гуляйте, заниматься спортом, занимайтесь спортом, саморазвитием каким-то, то, что вам нравится, надейте себя, занимайтесь любимым делом, это очень сильно отвлекает, ну, и, конечно, напоследок, третий пункт, я не очень его советую, это как кому вообще, я просто не рекомендую, видеться там с каждым подряд, ну, видеться можно, но не более, просто скачайте себе тиндер, и познакомьтесь с каким-то другим чуваком, крутым или чувихой, и вполне возможно, скорее всего, отличаетесь, конечно же, это третий пункт, я ставлю всегда на первое место, пытаюсь кого-то заменить, но он не всегда прокатывает, иногда прокатывает, иногда нет, потом появляется другая, любовь, так скажем, по которой вы страдаете, короче, знаете, это бесконечный круг, прислушайтесь к первому, второму пункту, потом уже к третьему, вот, ребят, я надеюсь, я вам помог чем-то, конечно же, я понимаю, что я сказал абсолютно банальные вещи, которые все осознают, но, это реально работает, просто попробуйте, это реально работает, если вы хотите поплакать, из-за того, что вы расстались, поплачьте, вас никто не запрещает это делать, нужно все свои эмоции, все куда-то выпляскивать, это нормально, не нужно держать все себе, ни в коем случае, если вам плохо, то плачьте, орите, не знаете, побейте там что-то, ну, чтобы не разбить себя и не убить кого-то, делайте это, не отказывайте себе ни в чем, а потом пытайтесь отвлечься, благодаря своим друзьям, благодаря профессии, или делу, которое вам нравится, и тогда точно у вас все будет хорошо, ну, и потом уже, ребайтесь на других сайтов знакомств, и знакомьтесь с новыми людьми, которые, вполне возможно, станут вашими будущими любимыми половинками, все, ребят, на этом все, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваш просмотр, очень приятно то, что ты посмотрел это видео, если тебе оно понравилось, то поставь лайк, пожалуйста, и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, я вас люблю, и до скорых встреч, пока-пока, безумно, пока-пока, и да, Продолжение следует...